Песня из самых глубин, веков и человеческого тела. Гость из Монголии рассказывает, что научиться этому можно за 3-4 месяца и раскрывает технику исполнения. При издавании этого звука воздух из живота поднимается в горло и языком его контролируешь. Монгольский ансамбль Алтай состоит из потомственных музыкантов. Кто-то в третьем, а кто-то в 12-м поколении. А название коллектива, знакомое всем россиянам, на самом деле происходит от музыкального инструмента Алтая Тага. Экспонат с тысячелетней истории нашли в ходе раскопок. Теперь он гастролирует по городам и странам. Гости из Китая привезли инструмент Гу Цинь. На таком играл Великий Конфуций. У этого экземпляра даже есть имя «Феникс парит в облаках» в честь исполнительницы Ли Фэнь Юнь. Именно так переводится ее имя. На этом инструменте профессор китайской консерватории играет 40 лет. В Китае я играю и на других инструментах, которым по 500, 700, 800 даже лет. Они сейчас используются в музыкальной практике, но их нельзя вывозить из страны. Сейчас мы тоже попробуем прикоснуться к этому древнейшему инструменту. Очень хорошо. Чем-то похоже на гитару, но, конечно, это совсем другое. И, кстати, в старину струны для этого инструмента делали из шелка. Интересна и история создания произведений. В их основе события романтические и трагические. Прозвучал на Новорингойской сцене восьмиминутный отрывок из самой сложной пьесы для Гу Циня. В оригинале она длится 25 минут. Артисты популярны в своих странах, но признаются, что там публика более сдержанная. А самый эмоциональный прием им оказывают именно в России. Анна Мершинченко, Тимур Абдрашитов. Время и мало. Новорингой.